12 ЖАЗ КАТОЛГАН БАЛАЛАР ГАРНАЛГАН Самые интересные и творческими личностями нашего региона. Однако, прежде чем мы начнем сегодняшний выпуск, я бы хотел сказать, что у нас сегодня будет необычный гость, который на своем примере доказал, что выход есть всегда. Ну а прежде чем мы начнем с ним интервью с его семьей, давайте немного обратим внимание на экран. Доволен жизнью есть семья, среднестатистический гражданин Казахстана. Именно так о себе выражается герой нашего сюжета Эрик Ибрагимов. Еще в детстве парню поставили диагноз ДЦП, однако болезнь его не сломала. К своим 29 годам он имеет высшее юридическое образование, прекрасно поет, а также занимается тяжелой атлетикой. Также Эрик уже 6 лет работает диспетчером в Центре парализованных граждан Актубе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Солнасова, здравствуйте. Да, слушаю вас. Да, это ремонт на лезвых колесок. Хотели бы сдать на ремонт? У вас какая-то разка? Комнатная. Что у вас случилось? Так, давайте я сейчас с обмотелем запишу. Я вам перезвоню и скажу, когда мы заберем ваши колеса. Именно так начинается его обычный день. Эта работа дает возможность помогать другим людям, столкнувшимся с такой же бедой, говорит он. Это дает ему настоящую радость. Пример Эрика Ибрагимова наглядно свидетельствует о правоте старой истины, что, несмотря на сложности, можно справиться с чем угодно. Главное – иметь желание и веру в себя. Жасан Желбаков, Азамат Сауханов, телеканал Ак-Тубе, специально для программы «Жастар». Вот такой у нас был немного ознакомительный ролик о нашем сегодняшнем герое. Ну, Эрик, добрый вечер. Добрый вечер, Жасан. Как ваши дела? Хорошо, как у вас? У меня все нормально. Что сказать, вы немного поностальгировали, да? Да. Если я не ошибаюсь, это у нас было 20 июля, мы снимаем с вами сюжет для новостей. Но вы сами знаете, новости – это как бы более такая оперативная, быстрая, краткая и ясная. Поэтому я вот решил немного поподробнее с вами пообщаться и пригласил вас на программу «Жастар». Что ж, про вас уже немного, я думаю, зрители уже знают, поэтому я бы хотел немного познакомиться с вашей женой. Сюзанна, пожалуйста, расскажите о себе. Сколько вам лет, откуда вы? Я из артибес. Мне уже 30, да? 30 лет. 30, да? Ну, сейчас мы как-то законы поменяли, да. В декрете. Так, училась на архитектора. И все, да, вроде? Пока в декрете. Ну, вот теперь интересно, как вы познакомились с Эриком? Ну, познакомились мы в 19-м году. У нас все как-то быстро-быстро завертялось. Мы, не знаю, после трех месяцев, да, уже решили расписаться. Да. Познакомились. Ну, я там, он, когда я шла на работу, он познакомиться хотел на машине. Но я спешила на работу и как-то проигнорировала его. Мама, мама, мама. Молодец. Потом он меня нашел в соцсетях. И вот мы весь общаясь. И потом уже где-то через месяц мы только решили встретиться. И ты ему свидание запомнилась, наверное. Но я на первом свидании у него удостоверение спросила. Удостоверение? То, что все у нас будет дальше. Я уже вижу тебя вроде своей будущей жены. Я еще тогда подумала. Посмотрю. Я еще не знала, я выйду на второй свидании, нет, да? А он уже все решил. И вот так вот у нас все закрутилось, все быстро. Я вообще смотрю на Эрика, он, кажется, немного даже огорчен. Зачем я сегодня позвонил жену? Нет, почему? Это как бы чистая правда. Я просто ее слушаю, не хочу перебивать. А, вы ностальгировали немного. Вообще, кстати, между прочим, это была ваша инициатива. Мы, по идее, планировали как бы с вами связаться чисто на вашем интервью. Но когда вы вчера предложили с вашей женой, я подумал, действительно, как бы это вообще немного будет в другом формате интересным. Это могу сказать так, ответить, что для человека с инвалидностью, можно сказать, это как бы такое маленькое достижение, что он обрел семью, ячейку общества, да, например. Самое, наверное, большое достижение за свои 29 лет – это вот мои дети. Сын, жена. У меня есть стабильная работа. Как бы я ни о чем не переживаю. Я вообще инвалид с детства, инвалид второй группы. Родился в Актюбинской области, в городе Хандагаш. Учился в обычной школе, как все среднестатистические ребята. После окончания школы я поступил на высшее юридическое, на Жубаново. И честно вам скажу, что, например, когда я закончил университет, мне было очень тяжело найти работу. Как бы людям с инвалидностью трудоустроиться очень тяжело вообще в Казахстане. Куда-либо, это пусть будет куда-нибудь, госорган, либо обычное, как бы, учреждение. Потому что они как-то немножко остерегаются в этом случае. Потом я где-то зимой, если не ошибаюсь, в газете нашел объявление, что требуются волонтеры в Союз по роли заводных граждан в городах Тюбе. Я пошел изначально туда как волонтер. Я как раз ездил в то время на машине. И я, как бы, ребят привозил в общество, отвозил. Потом, когда было мероприятие, я их на мероприятие отвозил. И в один день просто Курлая Базарбаевна мне предложила работать. И вот я уже, как бы, плюс-минус 6-7 лет работаю в этом обществе. И как бы могу сказать, что я нашел себя, например. Это, как бы, моя вторая семья. Вдобавок ко всему этому, вы еще и прекрасно поете. Помните, мы брали, мы сказали, что вы прекрасно поете. Там, являетесь всякими ведущими в различных мероприятиях. А также, вот, самое для меня было удивительное, это то, что вы занимались тяжелой атлетикой, да? Да, я скрывать не буду. Честно говоря, я, наверное, был как-то... Как это? Немножко, когда был чуть-чуть молодым, например, да, я был как-то лентяем немножко. А когда пришел в это общество, у меня, как бы, открылся талант к пению. Потом меня ребята же, мои друзья с инвалидностью потянули к спорту. Я начал заниматься спортом. И, как бы, ну, показывал небольшие достижения. Наверное, в спорте мое достижение – это первое место по юниорам. Когда был чемпионат активистской области по пауэрлифтингу, я занял первое место. А потом вот обрел свое маленькое счастье, свою семью. Потом сейчас дом, работа, дом, работа. Да, все это уже позабылось. Первые три-четыре свидания он вообще с машины не выходил, помнишь? Да. Он стеснялся. То, что этот, ну, то, что ДЦП, но он сразу мне сказал, конечно, это же этот. А я сидела такая, думаю, он обычно покажет, то, что за девушкой ухаживает, а этот так и сидит, уперся. Я такая, ну, думаю, ну, ладно, дадим время, посмотрим. Потихоньку-потихоньку начал раскрываться. Я считаю, что вот первый раз я, наверное, столкнулась. Все почему-то думают, что я волонтер, потом сидеть с нами, потом иначе на всем мире треативные все ходить. Все думают, что мы так познакомились. А на самом деле, я, наверное, первый раз, наверное, увидела это сообщество, соприкоснулась с этим миром, наверное. Ну, честно, я вам признаюсь, когда я жил в Кандагача, я, наверное, не видел людей, как я. Было очень мало, там, три-четыре штуки людей. А когда приехал в Актюбинск, и когда вот попал в это общество и на мероприятие первое, было столько людей. И, в принципе, я благодарен моему обществу, что у меня есть свои какие-то сейчас достижения в жизни. И я бы, знаете, Розан, хотел бы такую маленькую тему поднять. Недавно была зум-конференция, например. Там был молодой парень, и он возмущался, говорил, что пенсионеры должны уходить с места работы. И как бы я с ним, как-то я не согласен, потому что почему, например, мы сама молодежь, мы сами молодежь, как бы должны добиваться каких-то успехов. и вот я, когда, мне сейчас 29, когда я пришел на работу, мне было 22 года, я у каждого своего коллектива, у каждого человека взял какой-то опыт по работе. И сейчас просто молодежь хотят сразу как бы в какой-то руководителями быть сразу, да, чтобы сразу какая-то зарплата была энная, высшая. Ну, надо добиваться всего самому. Почему я вот сейчас должен, когда, например, допустим, привезет какой-то 19-летний парнишка к нам на работу и скажет мне, например, что типа уступи свою работу, ты свою уже отработал, иди, типа, почему я должен как бы казахшай, когда касса-пензинякан обройнда, сразу ты упцап, я минжаска ворнбил. Наоборот, лекендер болганда, когда есть взрослые на работе, это очень хорошо, потому что они как бы тебя много чему учат по манере разговора, как себя вести на работе. В качестве наставника это очень хорошо. Да, в качестве наставника. У них опыта больше. Да, и я как бы скажу, что в моей организации у меня наставников хватает. Например, взять Баймену Курлай Базарбаевну. Она, кстати, очень очаровательная женщина. Она очень очаровательная, она очень мудрая женщина. Да. Потом есть Сражева Гульмира Аманджолана. Ну, реально морал сериков. И как бы о коллегах я могу рассказывать долго, потому что я 24 на 7 всегда могу сказать, что всегда в работе. Вот. Вот я помню, вспомнил, когда мы летом брали интервью, вы говорили, что раньше на людей с особенностями как-то смотрели косо. сейчас как бы этого, ну... Ну да. Нету, да? Нет, это зависимость. Ну, в разных городах. В зависимости от менталитета или восприятия человека. Потому что, вот я скажу, раньше, когда до замужества, до того, как это, Эрик у нас вообще никуда не выходил. Да? Да. А сейчас, потому что мы игровые площадки, те же самые, те же самые вот на мероприятии, то, что я его тяну, тяну везде, и этот, и он, кажется, боится сейчас стал раскрываться, потому что раньше он был закрыт, потому что он говорил, ой, на меня будут смотреть. Эрик был закрытым? Мне кажется, он с рождения был таким. Нет, он открытый, да, но это, как говорится, как общество, в зависимости от общества, он себя, если не чувствует комфортно, он не будет сидеть там. И когда я говорю, вот там, концерт, куда я, он такой, ой, люди сейчас будут смотреть, там, это, а сейчас нет, сейчас он везде уже. Вы сами как отнеслись, когда узнали, что у Эрика Десипова? Нормально. Нормально? Ну, это, указывает, указывает человеку свой, как бы, дефект, например, кто-то храпит там, кто-то это, ну, к этому не должно смотреться, как этот, не знаю, как какой-то дефект. Например, ну, за все четыре года, наверное, я тебе везде таскаю, да? Потому что я активная, я его туда-сюда, например, прогулки, те же самые в парке, если он раньше стеснялся, то сейчас мы уже везде ходим. Согласен полностью. Вот теперь хочу задать такой семейный вопрос, потому что куча примеров такого, когда, в основном, мужчины, говорят, до свадьбы очень сильно вкладываются в отношения, а женщины не особо. Но когда вот вступает в брак, мужчины, якобы, все, я добился своей цели, уже как бы успокаиваются, немного уже расслабляются, можно сказать, а женщины наоборот, скорее всего. У Эрика такого не было? Нет. Сразу говорите? Нет, нет, нет. Даже вот бывает ссоры, там это, это. Он там уйдет, психовать в зал, да, куда-нибудь, а ты сидишь такая на кухне, думаешь, сейчас придет вам первый, нет, да? И все равно, и когда вот слышу этот стук тросточки, и я такая, а, значит, все, и все такая, все равно для меня, не знаю, почему-то мириться первым, вот как женщина, мы всегда любим свою правоту, и всегда ждешь от него первый шаг, и вот за 4 года он никогда не знает, ну, он всегда, он знает, где нужно уступить, вот в браке именно, и у нас ведомый все равно в браке он, потому что я даже всем знакомым, всем это говорю, как Эрик скажет, так будет, там есть даже мероприятие, куда пойти, все говорят, ой, что ты без мужа не можешь, что я решить, я говорю, ну, извините, я же замужем, у нас такого нету вроде, И вот вы сказали о семье, я просто хочу кратко рассказать, например, мы вообще как интернациональная семья, да, например, кстати, вот, например, у меня папа казах, мама русская, у моей супруги, отец армянин, мама казашка, и когда мы вообще хотели расписываться, мы хотели расписаться 1 мая на день Единства народа, и как бы нам в ЗАГСе отказались, сказали, что выходной, к сожалению, приходите 4 мая, и вот мы как бы 4 мая расписались, но все равно мы как бы, так иронично было получилось, да, это было бы как бы, ну, было обидно, мы когда пошли, у нас было некоторое разочарование, а мы еще такие спорим, говорю, она один стоит уже, все же расписываются, я же помню, то, что по телевизору показываю, я говорю, неужели, а я думаю, почему-то ЗАГС не работает, а они тоже, оказывается, отдыхают. Вот. Понятненько. Вот мне сейчас такой вопрос, касаемо вашей работы, бывают ли какие-то сложности? Ну, знаете, с людьми. Как бы ваша работа связана в основном с общением с людьми, да? это само собой. Люди, как бы, по существу, очень такие нестабильные, разные бывают клиенты, кто-то добродушный, а кто-то вот к агрессивному уже относится. Ну, знаете, вот когда я начал свою работу, например, я работал и помощником, после помощника, я работал, наверное, в протяжении 4-х лет диспетчером инво-такси. Я принимал заявки, у нас есть служба инво-такси, которая перевозит инвалидов бесплатно по городу. Это в школу, на работу, в университет, в больницу. И когда ты каждый день принимаешь заказ, каждому нужно найти подход, объяснить человеку. Например, кто-то просит на завтра, на 10 часов, я говорю, извините, на 10 часов свободных нет. Они начинают возмущаться, вот почему я всегда звоню, у вас нет свободных. Я им объясняю спокойно, что я вам не отказываю, я хочу вас просто передвинуть, например, в 11 часов, либо на 10-30. Если водитель освободится пораньше, он к вам приедет. И вот так. Ну да, бывают, конечно, когда ругаются, например, возмущаются. Как говорится, если тебя на работе как бы ругают, либо хают, то ты, значит, работаешь как бы. Могу так сказать. И в нашей работе нужно быть, во-первых, это стрессоустойчивым человеком. Потому что ты хоть и сам, я хоть сам с инвалидностью, но я как бы не должен надевать корону, либо быть выше них. Я должен быть всегда вместе с ними наравне. Вы как справляетесь с трудностями? Просто сейчас, как бы в современном мире, многие, ну, в основном подростки, я, конечно, не обесцениваю чужие проблемы, но даже у меня бывает. Я как бы цел, полноценный человек, но бывает, что из-за каких-то мелочей страдаю, беспокоюсь. А вот смотрю на вас, как бы мы с вами уже давненько общаемся, иногда пересекаемся, вот, когда я сказал вам, что сегодня будет прямой экип, немного волнуюсь, вы такие, все нормально, все будет хорошо, все будет отлично. Я думаю, откуда столько позитива у этого человека? У меня как бы все нормально, вроде бы, но переживаю. Но в итоге все нормально прошло, как бы вы сами убедились в этом. Как я вам скажу, что, например, наверное, это как пословице, и это как бы мой лоб. Как сохранить это стержень? Не самого даже интересного. Это, например, у меня есть такой маленький лозунг, что выход есть всегда. Выхода только, наверное, из-под земли нет. А в остальном случае, что бы у тебя в жизни не случилось, счастье, беда, то если ты хорошо будешь думать, обдумывать свои решения, выход, все у тебя решится в жизни, например. И как бы вам сказать, я сейчас немножко перебился с мысли, самое главное, это поддержка твоих близких и родных. Если они тебя поддерживают в твоих начинаниях, и особенно, когда на работе тебя поддерживают, это очень дает стимул. И вот, например, вы говорите, что у вас сегодня первая передача, кстати, поздравляю вас с открытием, можно сказать, успехов вам. это просто жизнь, это как бы мы сейчас рассказываем людям, например, я рассказываю о себе, что бы... Может, кто-то меня сейчас смотрит, например, да, допустим, может, кто-то слушать не будет, но кто-то будет слушать и будет знать, что, оказывается, вот человек, хоть и с ножками проблема, у него есть семья, у него... И как бы он будет думать по-другому, переосмыслить свою жизнь. Сюзанна, у меня к вам такой интересный вопрос. Просто я насмотрелся всяких там фильмов, мультфильмов, да, там, когда вот твоя вторая половинка сталкивается с ситуацией, какой-то сложностью, да, авария, что-то такое, они как бы не сдаются, вкладываются в отношения, помогают друг другу, но в реальной жизни как бы такое редко происходит. И что бы вы посоветовали с парам, которые столкнулись с такой ситуацией, например, у кого-то случилось это? Потому что, да, советуют легко, да. Я помню, во время беременности, когда мы вот зимой вышли на прогулку, и вот переходи дорогу, и он упал, а он мне не разрешает его поднимать, он езж его о том. А я встаю такая, машина проезжает, но все думают, наверное, то, что пьяные, и вот то, что... он даже опереться не может с Коськом. А я хочу, помолчу, но не могу, да. И я смотрю такая, я останавливаю машину, все проезжают, и это, и думаешь, боже мой, неужели все такие? Ну, кажется, все получать в своем этом зациклен. И даже когда вот первый раз мои подруги все узнают, то, что... Ну, сразу предупреждала, что я все говорю, он... Ну, человек, ну, с тросточка ходит в некоторую. Ой, а завтра как ты будешь жить, там, то и все. Я говорю, самое главное, голова работает, говорю. Он такой же человек, как и мы все, говорю. В этом ничего нет такого. И мне кажется, это от человека самого идет изнутри. Захочет он, ну, он все может преодоеть. Такого ничего нету. Вы сейчас где-нибудь работаете? Я сейчас в декрете. В декрете, да? Сына этого уже как бы работа. Ну, да. Это, наверное, самая большая работа, которая есть. Да, помню, как вы сказали, что ваш главный подарок, можно сказать, это ваш сын. Потому что самое... Ну, знаете, такой маленький... Осторожно падешь. Маленький такой секретик расскажу, что мы, даст Бог, придется ждем второго ребенка. Уже второго, да? А пол уже определен? Пока нет. Пока нет, да? Интересно будет. Ну, знаете, пол как бы не имеет значение. Самое главное, чтобы он здоровенький, с которым родился. И был как бы послушным ребенком. Ну, это уже от воспитания родителей зависит. В будущем у вас какие планы? Знаете, у меня в будущем как бы я ничего не планирую. Окей. Не знаю, почему, но у меня идет все своим чередом. То есть... Потому что я как бы когда что-то хочу планировать, я боюсь, что оно как бы не произойдет. Ну, например, допустим, просто я вам скажу, через лет десять я вижу себя многодетным отцом. Многодетным отцом, который живет в маленьком домике, за городом и воспитывает своих детей, которые стабильно работают, любят свою семью. А таких как бы высотных, что типа я хочу стать акимом, например, либо каким-то руководителем, это уже от меня зависит, как я буду в дальнейшем работать. То есть в целом вы конкретных целей себе не ставите, да? Главное жить моментом, можно сказать, да? Сейчас, международно, это трендер. Наслаждаться жизнью. Наслаждаться надо жизнью. Жизнь одна как бы. Всех денег в этом мире никогда не заработаешь. Например, если ты зарабатываешь очень много, у тебя будут расходы тоже очень много. Вот. Нужно довольствоваться, что у тебя есть. Щукашевит у вас внешняя. Вы, Сюзанна, как относитесь к такому? Что сказал Эрик, то и правда. Ну, как говорится, это как сказал муж, так и будет закон. Но самое главное, что мы для детей все равно стараемся делать. Например, он все равно говорит, да, наслаждаемся тем, что имеем. Но все равно для будущего своего ребенка ты хочешь все равно самого хорошего, и ты будешь для этого стараться делать. Все же возможно и невозможно, чтобы у него все было. так что он немножко думал. Чуть-чуть не то. Так, придем домой, мы об этом поговорим. Как вы знаете? Нет, ничего страшного. У нас такого нету. Я знаю. Это есть такая пословица муж-голова, жена шея. Да. Ну все равно куда-то поворачивают решаемую. Да. Я вот сейчас смотрю, вас зовут Эрик, вас зовут Сюзанна, меня зовут Шасан. А имя вашего сына как? Эмин. 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 Да. Сегодня прям выпуск странных имен, можно сказать. Можно так и сказать, да. Да уж. Что ж, давайте теперь немного перейдем к блиц-запросам. Без проблем, без проблем. Вы знаете правила, блиц-запросов? Я задаю максимально короткие вопросы, вы отвечаете, как вам душе угодно. Да. Топ-3 книги. Топ-3 книги. Так, Сезанна. Я, да? Так, Агата Кристи, 80, ауа этот, ну я читаю детективы разные, потом, что я читаю, Идиот, Достоевского, там, ну разная литература, но по прочтению я быстрее не вот читаю, я например, если я поглошусь книгу, я могу за день, за два ее закончить. Ну не знаю, это такой азарт, ты открываешь книгу, заходишь, все, например, я много книг перечитала, и сейчас быстро ничего не придет. Олег, Эрик? Жасан, я не хочу вам врать, что у меня есть каких-то топ-3 книги, и я... Ну по крайней мере, давайте, какие последние 3 книги вы читали? Например, я читаю, как бы, о рассуждении, о психологии людей. Теперь это многое объясняет, откуда у вас коммуникации хорошо отработаны. Ну вот, мне как бы такое нравится немножко. Ну это тоже книга, да, например, нумерология, либо линия судьбы по рукам, да. Вот такое, а что там читать, как Агату Криси, детектив, я честно, я когда начинаю только читать, я могу заснуть сразу же. Вот. Понятненько. Ваш любимый фильм? Мой любимый фильм, это, наверное, 1 плюс 1. Интересно, почему? В принципе, понимаю, конечно же, но все-таки... но он душевный фильм, он очень хороший фильм. Я могу очень... Вот насчет фильмов, фильмографии, я могу очень сказать, как бы, много фильмов. Это взять «Зеленую милю», 1 плюс 1, «Побег и Шоушенко», «Елизавета вторая». Мы вот с супругами большинство, например, мы любим тоже как бы великоотечественные смотреть... Советские, да? Да, советские фильмы. Да, взять элементарные фильмы, как «Джентльмены удачи» либо «Операция И». Ты хоть его сто раз уже смотрел, но все равно она к тебе по душе близко. Сезанна? Ну, мне про Хатико нравится больше, наверное, запал. Потому что я сама животных люблю. Вы плакали? Я, да. Кто бы не плакал там. я тоже плакал, согласен. Вот, между прочим, 1 плюс 1 я смотрел только недавно. Сколько отрывков видел, но, чтобы полноценно посмотреть фильм, только недавно было. Оказывается, оно основано на реальных событиях, Интересно, эти люди все еще живы? Да, они живы. Там есть, интересно, про них документалки, что-то подобное? Про документалку, если я не ошибаюсь, есть в Ютубе. Про реальных персонажей, которые существуют. А из советских фильмов что вы расскажете? К примеру, сейчас я начал смотреть «С темно-османовение весны». Смотрели этот фильм? Конечно, само собой. Я смотрел и черно-белый, и в цветном варианте. В цветном, мне кажется, так себе. В цветном варианте он теряет свою изюминку. Да, согласен. А когда в черно-белом, он как бы, видно, что исторически он захватывает. А когда просто, это как бы, просто вот взять, например, эту деревяшку, покрасить в красный цвет, все равно внутри этого же цвета. Могу так сказать. Вот главный актер, который играл роль Штирлица, бесподобно. В большинстве случаев в сериях он молчит. Но то, как он молчит, это отдельный вид искусства, можно сказать. Знаете, молчание – это тоже вид искусства. Согласен. Однако, мне и вам этого не занимает. Ну, я согласен. Увы, к сожалению. Хорошо. Так, любимая еда? Любимая еда – это как истинный казахстан, я скажу, что бешпанмак. Сезанна, вы? Я больше всего люблю, наверное, голубцы. Голубцы. Да. Любимый напиток? Любимый напиток – это, наверное, черный чай. Черный чай. Я тархун имею. Что? Тархун. Тархун. Да. Угу. Если бы у вас была сейчас возможность попутешествовать в какой-то стране, какой бы вы сейчас выбрали? Прямо сейчас? Прямо сейчас я бы Грузию выбрал. Грузию. Почему интересно? Меня всегда завораживают горы. Мне нравятся горы. Мне нравится Грузия, мне нравится Армения. И как бы в моих планах побывать в этих странах, в этих городах. Вы раньше путешествовали где-нибудь? Честно сказать, по Казахстану я очень много путешествовал. Это как бы и скажу, скажу, что по состоянию здоровья путешествовал. И в санаторий ездил по городам Казахстана, да, например. А за границей я только был, наверное, один из в Турции. Сюзанна, куда бы вы хотели бы свалить? Сейчас. Париж. Париж. Да. Почему? Я все равно романтическая натура. Увидеть Париж и умереть, и говорить. И заключительное. В чем смысл жизни для каждого из вас? Мой смысл жизни это моя семья. Мои родственники, жена, сын, родители. Мой коллектив. И как бы я всем благодарен в этой жизни, что я вот сейчас сижу перед вами со своей семьей. И я с вами просто культурно, неформально обстановки как бы разговариваю. Сюзанна, для вас ясно. Мой смысл жизни, наверное, что мои дети не боялись, мой муж был как бы централом это. А так, но все равно засыпаюсь, каждый день моешь бога и такая думаешь все равно спасибо за каждый прожитый день, за то, что вот видишь каприз за этого ребенка, за капризы мужа, как я всегда везде хожу и говорю, у меня два ребенка, вот старшенький, вот младенький. Потому что все хотят внимания, все это. И вот наш смысл жизни, наша семья. На этом наша подошла только к своему концу, как бы 30 минут вы сами говорили, для нас мало, для нас мало. А ребенок уже хочет домой, смотрю. Что ж, на этом наша подошла к своему концу, до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!